Как правильно побивать жену? Самого имама тут винить не в чем. Как бы мы все же живем в 21 веке. Возможно, это тоже сопряжено с той ситуацией, в которую, в принципе, окунается вся Россия. Что ждет Россию после Путина? Большой джигад. Это «Наизнанку» проекта региональной России. Меня зовут Регина Хисамова. Здравствуйте. Участие в войне в Украине российских мусульман. Что это? Джихад или преступление перед Аллахом? Почему священнослужители в России готовы пойти на удобную для российской власти трактовку священного для мусульман писания? И есть ли разница между семейно-бытовым насилием над женой или побиванием? Сегодня мы поговорим с исламоведом Хафизом Корана, человеком, который знает его наизусть, и главой Крымско-Татарского культурного центра Львова Ислямом Тухлу. Ислям, спасибо, что пришли. Вам спасибо. В последние недели в российской новостной повестке особенно часто возникают обсуждения места женщины в исламе и того, что ей можно и что нельзя. Во-первых, это история про запрет ношения никапов в некоторых регионах России. Во-вторых, ставшая вирусным видео одного из имамов Казани о том, как правильно побивать жену. Давайте посмотрим часть этих выступлений, и я попрошу вас прокомментировать их. Это побивание, это говорится не о том, что надо как-то травмировать свою жену, еще что-то. Здесь побивание имеется в виду, что жена, во-первых, должна понять, что она делает что-то не так. В каком плане, например, есть мисфак, палочка маленькая, которая мусульман, да, и вот аккуратно жене пару раз ударить мисфаком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, а от локтя, маленькими ударами. Этот смысл в том, чтобы не нанести увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку, остановись, ты делаешь неправильно. И что муж уже недоволен, что он уже дошел до того, что он уже поднимает руку. Ислям, что вы можете сказать, так ли это в Коране? Ну, в исламской традиции, как в любой религии, которая базируется на Писании, всегда нужно различать то, что есть в самом Писании, и интерпретацию, трактовку богословов, которые делали в той или иной географии теми или иными людьми. И что касается данного аята, имеется в виду аят 34-й суры «Женщины», то тут вопрос, конечно, в первую очередь, как его переводить и на что делать акценты. Та трактовка, которая упоминается в этом видео, имамам, она, по сути, является общепринятой в суннитском исламе, который сформировался именно в эпоху амиядов. И перевод, который он упоминает, также является общепринятым, поэтому самого имама тут винить не в чем. В принципе, он объясняет то, что распространено в теологической литературе. Но так ли это в самом Коране, если переводить правильно и делать правильные акценты, это тоже другой вопрос, потому что если мы окунемся в сам Коран, будем читать его на арабском в оригинале, то мы тут будем соприкасаться с разными смыслами, потому что одно слово можно по-разному понимать, по-разному интерпретировать. А как люди с тем, что есть разные интерпретации Корана, но мы все же живем в 21 веке, и нужно ли воспринимать вот эту интерпретацию только вот таким образом? То есть как бы и вообще насколько это нормально, что имам, выступая в специальном видеоподкасте, рассказывает, что вот так вот можно к своей жене относиться? Тут вопрос, конечно, в первую очередь, какие интерпретации, какие мнения брать за основу, потому что времена меняются, и в первую очередь нужно смотреть, что в Коране в самом сказано, что в Коране, что Коран нам говорит об этом. Когда мы это читаем, аят в оригинале, то если его переводил бы я, то перевод звучал совсем по-другому. Ну, в первую очередь там говорится «фаизу гунна», то есть навести диалог с ней, поговорить с ней. То есть мы имеем в виду контекст, когда между супругами есть недопонимание, есть какие-то семейные раздоры. И первый пункт бы звучал так, что «фаизу гунна», поговорить с ней, увещевать её, то есть найти общий язык. Потом «фааджу гунна», фильм «Одача», то есть и дальше идёт что? Разъедините ложа, то есть если говорить буквально, а если правильно понимать более, то это дистанцируйтесь один от другого для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы остыть, для того, чтобы потом прийти к какому-то взаимопониманию после того, как вы поразмышляли наедине. И там уже третий этап идёт слово «фааджу гунна». Если его буквально переводить, то это получается «побейте её». То есть это уже даже, если буквально воспринимать это слово, то тут даже нет ограничений, которые имам как бы приводит уже с интерпретацией различных учёных, то есть зубной щёткой или мисвако. Тут имеется в виду общее слово, которое можно понимать как угодно, и если его понимать абсолютно, как оно там и в буквальном смысле приводится, то просто бейте. И тогда можно бить как угодно, и никто не ограничивает в этом плане ни зубочисткой, ни зубной щёткой. Но у этого… Но стоило ли ему говорить всё же про зубочистку в этом ключе? Или всё-таки каким-то образом можно было уйти от этого? Просто, опять же, сейчас это выглядит не очень. Да, на самом деле, извиняюсь, если смотреть на смысл этого слова, фадрик гунна, у него также есть понимание того, что есть смысл оставить её, или фадрибу, например, дараба ля ля хат, есть такое тоже выражение в арабском слове, то есть получается разорвать отношение или оставить её. То есть в таком смысле, если понимать этот аят таким образом, то тут имеется в виду больше разрывание отношений. То есть если вы не нашли общий язык с ней, и если вы там дистанцировались, поразмышляли, прошло время, и всё равно вы не находите общий язык, то наилучшим выходом будет разорвать отношения. Но почему-то некоторые имамы до сих пор пытаются именно идти буквально интерпретацией, то есть буквально брать за основу и распространять вот такого рода наставления, в которых, в принципе, нет никакого благого смысла. То есть любому маломальски, следующему человеку понятно, что никакие отношения, то есть насилием не решаются, неважно, делается ли это таким мягким насилием или сильным насилием. То есть поэтому, возможно, это тоже сопряжено с той ситуацией, в которую, в принципе, окунается вся Россия. То есть насилие становится более таким поощряемым, нормализированным, неважно, на войне или на СВО, как они говорят, или в домашних этих. Поэтому, мне кажется, эти интерпретации, они хорошо ложатся в повестку России как таковой. Поэтому и имамы стараются соответствовать тому, что происходит в стране. Следующее видео, которое хотела бы обсудить, можно ли женщинам ходить в мечеть? Женщинам не запрещено посещать мечеть, но не должен быть ахтылят, то есть смешение полов, если есть определенное место, скажем, в наших мечетях, или над нашей головой бывает, как подобно короне, для них устраивать место, или же они позади, или же есть отдельный этаж для женщин, бывает хорошо, если есть отдельный вход, это прекрасно. Но им не является суммой ходить на все намазы. Это обусловлено и погодными условиями, это может быть и ночные, и утренние молитвы, когда это сложно. И представьте, что женщина на все пять намазов ходит в мечеть, то есть тогда возникают вопросы, а делает ли она что-то по дому? Представляете, если пять намазов она постоянно проводит в мечеть, а дома кто чем занимается? То есть есть дети нужно готовить, есть какие-то свои задачи, обязанности. Замечу, что он также уточняет, что для мужчин коллективный намаз куда предпочтительнее, а женщине нужно делать это дома. Так ли это согласно Корану? И что вы думаете, можно ли в современном мире вот с такими ограничениями свободно привлекать в ислам молодежь? Ну если мы посмотрим на биографию жизнеописания пророка, саллиллаху али-и-вассаллим, во вся жизнь мусульман первых поколений, то мы видим то, что таких ограничений на походы в мечеть женщинам не было. То есть женщины спокойно ходили в мечеть, они молились в мечети. Более того, мы знаем, есть предание, когда они прям молились позади мужчин. Буквально пророческая мечеть эпохи пророка, то есть мединская мечеть, она состояла, по сути, из одного помещения. И поэтому такого ограничения ни в Коране, ни в Суне на походы женщин в мечеть не существует. Женщины вольно ходят в мечеть так же, как и мужчины. И со временем в некоторых правовых традициях некоторые учёные начали такие ограничения вводить, но они, по сути, не являются обоснованными самими сламом и Кораном, и Суной. То есть они обоснованы больше какими-то, возможно, политической ситуацией, безопасностью в обществе и так далее, которое было тогда, в Средние века. Ну и потом оно просто уже начало передаваться богословами. И со временем, чем старее становится мнение в любой традиции, тем ценнее оно. И поэтому некоторые муфти или имамы, достаточно неправильно понимая тексты и не понимая контексты, в которых те или иные вещи были сказаны, передают это просто потому, что оно написано в книге. Я на всякий случай уточню. Женщина в целом должна, согласно Корану, вести домашнее хозяйство, воспитывать детей. Это её какой-то долг. Есть ли какое-то вообще в целом разграничение в Коране и описание, что должен делать мужчина, а что должна делать женщина? Нет. С точки зрения ислама и Корана и Суны женщина не обязана, в принципе, ничего делать. С точки зрения исламского брака вообще, в рамках брака, если мы говорим. Есть обязанность мужчины. В обязанность мужчины входит обеспечение права, питания, одежды, то есть базовых потребностей женщины. Что касается самой женщины, то в рамках брака, то есть именно бытовых обязанностей у неё нет. У неё бытовых обязанностей нет, она не обязана даже, если мы почитаем правовые книги, она не обязана даже кормить своего ребёнка, если пожелает. То есть она имеет право попросить мужа нанять кормилицу. То есть таких конкретных бытовых обязанностей у женщины нет. Тем более вменять эти обязанности, а потом ещё ограничивать её поход в мечеть или куда-либо этими обязанностями, это никак не связано с самим исламом, больше связано, возможно, с культурой или пониманием исламской культуры самого муфтия, который это высказал. После теракта в московском Крокус-Сити-Холле в России заговорили о запрете Никаба. Он уже был запрещен в Чечне, а несколько недель назад, после теракта в Дагестане, его запретили в этой республике, а также в Карачаевой Черкесии. Муфти Дагестана Ахмед Абдулаев, объясняя необходимость временного запрета в республике, сказал, что «если кто-то не хочет, чтобы на его женщину смотрели, может держать её дома». Это цитата. Позже речь даже зашла про федеральное ограничение. Муфти Башкортостана Айнур Бергалин и его коллега из Сатарстана Камиль Самигулин выступили против запрета религиозной одежды. В третьей статье проекта закона, который внесён в Госдуму депутатом от новых людей Владиславом Дованковым, речь идёт об одежде, которая полностью или частично скрывает лицо. А в пояснительной записке упоминается запрет никаба и хиджаба. Предполагается, что законопроект будут рассматривать уже на осенней сессии Государственной Думы. Для начала мне стоит объяснить разницу между хиджабом и никабом. Вот так вот они выглядят. Ислям, можете, пожалуйста, рассказать, что говорит о ношении этой религиозной одежды Коран и что из этого обязательно, а что нет? То есть обязательно ли хиджаб или никаб? Ну, чтобы понять, что говорит об этом Коран, нужно зачитать, наверное, текст аят из Корана, который связан с этим вопросом. Это сура, то есть глава Нур, аят 31. Если зачитывать сам перевод, я с вашего позволения его зачитаю, чтобы не было ошибок. «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали своё целомудрие. Пусть они не выставляют на показ своих прикрас за исключением тех, которые видны. И пусть прикрывают своей шалью вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей». И так далее. Там перечисляются по степени яроства те люди, которым можно показывать, так сказать, то, что должно быть скрыто. Это что касается самого Корана. То есть в Коране есть призыв к женщинам и к мужчинам в предыдущем аяте. В первую очередь потуплять взор, то есть не глазеть на людей, на их красивые части. И второе, то есть даёт определённое понимание, общее понимание, что прикрасы женщины должны быть прикрыты и конкретизирует тем, что шалью должна быть покрыта грудь. Это что касается Корана. С точки зрения Корана, в Суре Нур мы видим вот такое пояснение. Потом тут в этом, как понимали учёные на протяжении веков, то есть исламские учёные в разные эпохи, именно вот этот аят. То есть они трактовали момент, который связан с тем, что кроме за исключением частей, которые видны, оно общее. И можно по-разному понимать, но в основном ханафиты, то есть в наших регионах, то есть Казахстан, Крым, Татарстан, Крым, Турция в основном, ханафитская правовая школа. И, в принципе, по другим правовым школам то ли примерно такое же понимание под вот этими видными частями имеется в виду то, что это руки, кисти рук, лицо, и ещё ханафиты добавляют ступни. То есть вот это три части, которые могут быть видны с точки зрения понимания богословов, которые трактовали этот аят. С этой точки зрения, в сегодняшнем суннитском исламе обязательным является то, что мы называем хиджаб, то есть покрытие всего тела, кроме лица, кисти рук и ступней. Это является вот тем религиозным одеянием, которое обязуют богословы на основе данного аята, на основе данных строк Корана, интерпретируя вот эти строки таким образом. Что касается никаба. Никаба — это вуаль, которым покрывается лицо. Оно не является обязанностью мусульман, в текстах обоснования на это нет, но мы знаем, что это древняя месопотамская традиция, то есть люди, женщины особо привилегированные, они предпочитали закрывать лицо вуалью. Это не связано с религиозным писанием напрямую, то есть это просто традиция условно определенной местности или определенного исторического промежутка? Да, это традиция очень древняя, идёт с месопотамией, она была в древнем Риме, она была в древней Греции. Женщины элитарные, женщины привилегированные, они предпочитали закрывать своё лицо, особенно если это, например, царицы. И мы видим то, что в разных эпохах это происходит. То же касается и мусульманского общества. Мусульманские женщины, они предпочитали в арабской географии, частично и в других географиях, в Персии, закрывать вуалью лицо. Но это не является как бы религиозным предписанием, это является предписанием, больше культуры этого общества. Нужно понимать, что так же, как и в Месопотамии, рабыни, например, рабы и слуги, они не имели права надевать эту вуаль. То есть, если бы это было религиозным предписанием, оно бы распространялось на всех женщин. Так же, как и в Месопотамии, и в Древнем Риме, так же и в мусульманском обществе рабыни, а в мусульманском обществе они присутствовали, они не имели права надевать никап, даже не имели права надевать хиджаб. Поэтому это больше вот такое культурное наследие той эпохи. Со временем, когда рабство, конечно же, кануло в лету, и вот это разделение между женщиной и рабыней, между женщинами и нерабыней перестало быть актуальным, так же и эта вуаль перестала символизировать элитарность и свободу той или иной женщины. Если бы мы отдельно хотели поговорить о теме войны и ислама, в Ашкортостане будут проходить молебны о бойцах ИСВО. По словам главы республики, ради Хабирова, родные и жены воюющих с Украиной просят, чтобы в мечетях и православных храмах проходили такие молебны. И происходило это буквально в каждом населенном пункте. Я думаю, разумная история – это все-таки важнейшая составляющая часть нашей духовной жизни сейчас. Помолиться для тех, кто верует, как говорится, помолиться за здравие наших воинов и за упокой погибших ребят, в общем-то. Поэтому у меня какая просьба, Максим Васильевич, значит, провести консультацию. Я знаю, что уже предварительные разговоры и с Владыкой, и с Талгат Хазратом, и Айнур Хазратом вы провели. Надо с ними проговорить, они поддерживают эту историю, чтобы человек понимал, что, условно говоря, в пятничной молитве в каждом обязательно есть, соответственно, молитва за здравие наших воинов. Как в исламе относятся к практике молебнов за здравие и упокой военных? Есть ли вообще такая традиция в этой религии? Ну, если брать ислам, то таких молебен коллективных не можно быть. Их не было. исторически, то есть за здравие военных тем более, а тем более не мусульман в немусульманском государстве. Поэтому если брать исламскую традицию, вообще в исламе очень важно не вводить практики, которых не делал сам пророк, и его сподвижники. Поэтому данная практика, ее не практиковали первые поколения, поэтому именно молитвенная практика, когда мы говорим про молитвы, в исламе важно делать то, что делал пророк, мир ему. Поэтому вот такой практики коллективной молитвы нету. Люди могут молиться индивидуально за своих близких, но мы имеем также, то есть должны думать про то, в каком контексте это происходит. То есть тут предлагается молиться вообще за оккупационные войска, по сути. И именно людей, которые, по сути, находятся в колониях. То есть если мы берем Башкортостан, Татарстан, Чечню, Дагестан, Крым и так далее. То есть это, по сути, издевательство над этими людьми, призывать их молиться за военных, которые сейчас воюют на территории Украины. Это все равно, что если бы, например, когда во время Второй мировой войны немцы захватили Крым, захватили мусульманские территории, попросили бы в мечетях, попросили бы имамов и муфтиев делать коллективные молебни за, так сказать, освободительные войска нацистского режима. То есть, по сути, разницы я не вижу между этими двумя примерами. Разница только, что там русские, а тут немецкие войска. Главный вопрос о войне, который я хотела вам задать, это официальные исламские религиозные деятели России поддержали войну и даже назвали ее джихадом. Расскажите, с точки зрения Корана, эту войну можно назвать джихадом? С точки зрения ислама джихад вообще понимается, но если окунуться в значение этого слова, джихад, джихад, то есть означает проявлять усилие, усилие. И если берем уже такое терминологическое значение, то в исламской теологии джихад подразделяется на две части. Это большой джихад, джихад он нафс, который означает именно на духовное самосовершенствование, борьбу мусульманина со своим эго, на своем пути, чтобы стать лучшим, лучше в духовном и моральном плане. То есть он борется со своими порочными чертами характера, преодолевая свои пороки. Вот это называется джихаду нафс, или большой джихад, то есть большое усилие. И есть высказывание, известное пророком, что наилучший джихад, это джихад со своим эго, со своим нафсом. Но, насколько я понимаю, они говорят именно в военном проявлении этого понятия. Да, это первая часть, первое понимание этого термина, которое подразумевает именно внутренний джихад, который направлен на достижение высокой духовной праведности. И второе значение джихада — это внешний джихад, то есть который подразумевает защиту своей жизни, своей семьи, своего народа, то есть своей родины. И он может включать в себя как борьбу на защиту мусульманской общины, как физическую борьбу, то есть военным путём, когда на тебя кто-то атакует и твоя жизнь под угрозой, то есть ты имеешь право вести оборонительную войну, так под этим мы имеем в виду борьбу другими средствами, такими как дипломатия, переговоры и так далее. То есть в Коране чётко сказано «И сражайтесь на пути с Аллаха, с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе». Поистине Аллах не любит преступников. То есть в Коране чётко сказано, что сражайтесь, если кто-то сражается против вас. Это что касается именно военного джихада. Что касается, если мы вернёмся уже в реалии российские, то тут мы имеем дело с наступательной войной, оккупационной войной России. и вообще мусульмане не имеют права находиться в рамках этой армии. То есть дело даже может дойти до того, что человек, который вступает в такую армию и воюет на стороне, то в принципе он считается неверующим с точки зрения ислама, потому что он, во-первых, убивает кого-то за цели, которые не предписаны ислама. И это очень тяжкое преступление с точки зрения ислама. Если позволите, я вам приведу пример, как собственно священнослужители из Тарстана объясняют необходимость такой агрессии. Так, 15 июля в Тарстане прошел телемарафон, в рамках которого 12 часов власти и журналисты призывали людей пойти на войну и заключить контракт и обещали им полтора миллиона рублей за это. Так вот, на телемарафон также пришел имам Мухтасиб Ютазинского района Тарстана Марат Марданшин и претерей Андрей Зиньков. Они рассказывали, как духовенство поддерживает российских военнослужащих. Кроме того, Марданшин объяснил, как в исламе относятся к этой войне. Один из самых часто задаваемых вопросов сегодня священнослужителей о отношении религии к тем действиям, которые сегодня происходят в СВО. Религия ислам в своей основе отрицательно относится к военным действиям. Религия ислам это религия добра и мира. Но когда твоей родине угрожает опасность, шариат предписывает мусульмане, ну, встать на защиту своей родины. Это можно сравнить с каким эпизодом? К твоей калитке твоего дома неадекватный сосед подходит с оружием и угрожает в твоей семье. И любой мужчина встанет на защиту своей семьи. Вот такая интерпретация у этого имама. Что вы скажете на это? И можно ли вот, если таким образом преподнести российское вторжение в Украину, можно ли вот с их точки зрения, как вам кажется, оправдать участие мусульман? Ну, преподнести можно как угодно, особенно религиозные тексты, поэтому тут важно, что есть по факту. А по факту его интерпретация верна лишь для тех, кто считает ситуацию, то есть, которая статус-кво в России нормальным и считает Россию своей родиной. Но нужно напомнить этим людям, то, что, по сути, в 1552 году был захвачен Казань, Татарстан в 57-м, 1557-м был захвачен Башкортостан, то есть, эти территории. И были долгие войны в 18-м, 19-м веке по захвату Чечни, Дагестана и этих территорий Кавказа. И с этой точки зрения, то есть, угроза ихнего дома, по сути, была в этих годах и она продолжается до сих пор. Если как бы граждане Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Чечни, Крыма хотят вести оборонительную войну за свою родину, то они должны делать это у себя на родине и против того, кто в те годы оккупировал их родину, оккупировал их нить территории, по сути. И лучший пример для этого это тот же Имам Шамиль и Кавказские войны, которые закончились примерно в каком у нас году, в 64-м, в 1864-м. Вот наилучший и близкий пример был преподнесён Имамом Шамилёвым. Поэтому если у людей есть желание вступить в какую-то армию и желание защищать свою родину, они должны делать это на своей территории против известного им врага. И нужно ещё помнить очень важный момент, то, что во время Второй мировой войны мы, например, крымские татары, также участвовали на стороне советской армии. И пока мужчины воевали на стороне советской армии, в трудармиях были, в такой армии обычной были, их женщин, их стариков, их детей депортировали в животных вагонах, скотских вагонах в Сибирь, в Узбекистан и так далее. Тоже произошло с чеченцами и гушами. Поэтому тут очень важно также думать, когда человек идёт под такой джихад, что будет с его семьёй. То есть не повторится ли то, что было в 44-м и не останется ли его семья сама с собой в тот момент, когда кто-то захочет её депортировать или наказать за предательство. Ислям, как Вы считаете, почему религиозные деятели в России так рьяно призывают мусульман идти на эту войну? Почему они это делают, по Вашему мнению? Они это делают, потому что их просят это делать. Я не знаю, заставляют ли их, но понятное дело, что в рамках такого государства, в котором нет свободы выбора, и которое является тоталитарным государством, там особенная сфера религии не остаётся без контроля. То есть должны понимать, что политика и религия влияют на одну и ту же сферу, на массы, на людей, и они не могут находиться в таком содружественном состоянии. либо религия контролирует политику, либо политика контролирует религию. В случае большей части государств политика контролирует религию для того, чтобы правильные нарративы, нужные государственные нарративы, они спускались к обществу через проповеди, через имамов, через священников. Поэтому так же, как в эпоху Советского Союза священники не имели права говорить, что им думается, и спускали те нарративы, которые нужны были государству, то же самое происходит и сегодня в рамках России, когда имамы, и священники спускают те нарративы, уже изначально заготовленные нарративы, которые спускаются уже с политических кабинетов государства. Если у них выбор, у них есть выбор либо покинуть этот пост, наверное, скорее всего, и заняться чем-то другим, либо же остаться и заниматься тем, чем они занимаются. Большинство, как мы видим, они предпочитают оставаться на своих должностях и делать то, что они делают. В конце нашего интервью я попрошу вас коротко ответить на наш традиционный вопрос. Что ждет Россию после Путина? После Путина? Развал. Ислам, спасибо, что посмотрели сегодня с нами эти видео и прокомментировали их. Вам спасибо. Это «Наизнанку» проекта «Региональная Россия». Читайте наши материалы на сайте idealreal.org и в наших социальных сетях. До встречи!